Началось все с очередного прохождения марсохода Кьюрио-Сити по безжизненным песчаным просторам Красной планеты. Изначально миссия носила рутинный характер, но все изменилось в один момент. Камеры марсохода зафиксировали нечто странное, что не соответствовало привычному марсианскому пейзажу. Когда изображения поступили на Землю, ученые пересмотрели их несколько раз, не веря своим глазам. Это была структура, которая явно не являлась природным образованием. На фотографиях можно было увидеть прямые линии и четкие формы, что привело к невероятным предположениям. Открытие вызвало настоящий фурор в научных кругах. Специалисты из НАСА незамедлительно начали анализ полученных данных. Первые мысли были связаны с тем, что это может быть окаменелость или необычная горная порода. Однако при более тщательном рассмотрении стало ясно – это нечто иное. Марсианская конструкция выглядела так, словно была построена с определенной целью. Спутниковые изображения подтвердили ее геометрическую точность, что исключало вариант естественного происхождения. Журналисты по всему миру перехватили новость и в считанные часы все обсуждали таинственную находку на Марсе. Сотни теорий моментально заполнили интернет. Конечно, первые из них начинались с инопланетной тематики. Однако находка на Марсе была лишь началом цепочки вопросов, требующих ответов. Как такое возможно, что эта конструкция оставалась незамеченной до сих пор? И какие тайны прячет в себе Марс? Кажется, что вот-вот на свет выйдет одна из самых невероятных тайн человечества. Древние цивилизации или инопланетяне – кто мог оставить след на Красной планете? Рассмотрение таинственной структуры на Марсе приводит к двум главным гипотезам – след древних цивилизаций или работа инопланетян. Первое предположение вызывает вопросы о возможности существования когда-то сложной жизни на Марсе. Древние марсианские цивилизации могли исчезнуть миллионы лет назад, оставив нам загадочную постройку как свидетельство своего существования. Археологи и уфологи с удовольствием подхватывают эту теорию, проводя параллели с древними земляными цивилизациями, такими как шумеры или египтяне, которые тоже создавали удивительные архитектурные чудеса. Вторая гипотеза предполагает, что Марс использовался как база или промежуточная станция инопланетными существами. Этот взгляд поддерживается тем фактом, что конструкция на Марсе не похожа ни на одно известное природное образование. Исследователи полагают, что такая структура могла быть сделана с целью хранения или как часть какого-то коммуникационного устройства. Более того, есть предположения об использовании передовых технологий, которые нам только предстоит разгадать. Обе теории захватывают умы людей и подогревают интерес к дальнейшему исследованию Марса. Что интереснее, обе версии поднимают вопрос о том, почему человечество так долго не замечало наличие следов другой жизни на соседней планете. Возможно, новые миссии на Марс смогут пролить свет на происхождение загадочной постройки и подтвердить или опровергнуть эти гипотезы. Но одна вещь очевидна. Кто бы ни оставил след на Марсе, они знали, что делают. Следующим шагом станет изучение архитектурных особенностей найденной структуры, чтобы понять, какие еще тайны она может скрывать. Марсианская архитектура – форма и размер странной структуры. Продолжая исследование загадочной структуры, ученые из НАСА сосредоточились на ее архитектурных особенностях. Изображения, переданные с Curiosity, показывают, что конструкция имеет необычные геометрические формы. Прямые линии и углы почти под 90 градусов явственно выделяются на фоне марсианского ландшафта. Это впечатляет само по себе, ведь в условиях Марса подобные образования крайне редки. Наибольший интерес представляет центральная часть, напоминающая гигантский купол, окруженный массивными стенами. Подобная архитектура требует не только инженерного искусства, но и наличия технических средств, чтобы воплотить ее в жизнь. Конструкция тянется на сотни футов, и это делает ее не только видимо из поверхности, но и с орбиты. Анализ спутниковых данных показал, что постройка достигает высоты в несколько десятков футов, впечатляющие размеры для потенциального древнего артефакта. Как она могла быть возведена в условиях разреженной атмосферы и сурового климата Красной планеты? Вопрос, на который предстоит ответить. Основываясь на очертаниях и пропорциях, некоторые исследователи предполагают, что на создание структуры могли повлиять и природные катаклизмы. Однако четкие линии и формы говорят о том, что строители понимали, что делают. Но не только форма и размер поражают воображение. Ключ к разгадке может скрываться в изучении материалов, из которых эта конструкция сотворена. Возможно, анализ этих материалов позволит нам понять, какие силы и технологии были задействованы, и приблизит нас к раскрытию секрета Марса. Анализ материалов. Из чего сделана марсианская конструкция? Анализ материалов является следующим шагом на пути к разгадке тайны марсианской конструкции. Используя передовые технологии, ученые из НАСА начинают изучать химический состав и структуру объекта. Дистанционные сенсоры и спектроанализаторы, установленные на марсоходе Curiosity, позволяют собирать данные о материалах с высокой точностью. Первые результаты анализа показали, что структура состоит из редкого сплава металлов, который не встречается в природных образованиях Марса. Это сразу же исключает вероятность того, что конструкция могла быть сформирована исключительно природными процессами. Особое внимание привлекли включения, содержащие высокие концентрации железа и неизвестного элемента с необычными свойствами. Этот элемент не был обнаружен в земных лабораториях, что наталкивает на мысль о его искусственном происхождении. Продолжающиеся исследования показывают, что материалы обладают высокой устойчивостью к коррозии и возможным воздействием радиации. Это подтверждает теорию о том, что постройка была создана с использованием передовых технологий, значительно опережающих наши. По мере анализа поверхности структуры были зафиксированы следы обработанных кристаллов, что может указывать на использование лазеров или другой формы высокоточного инструмента при строительстве. Для ученых это открытие становится настоящим вызовом, поскольку оно меняет представление о возможностях древних цивилизаций или иных разумных существ, связанных с Марсом. Эти данные заставляют пересмотреть текущие гипотезы и поисковые стратегии, чтобы разгадать происхождение загадочной постройки. Истинная природа использованных материалов и технологий остается загадкой, но вектор исследований ясно ведет к новым открытиям на планете Марс. Ученые в замешательстве. Официальные версии и объяснения. Научные круги оказались в настоящем замешательстве после изучения данных, поступивших с Марса. Официальные версии и объяснения разнятся, однако никто не остается равнодушным к этому загадочному открытию. Первая гипотеза предполагает, что конструкция могла быть следом древних марсианских цивилизаций, исчезнувших по причине природных катаклизмов или климатических изменений. Эта идея находит поддержку среди археологов и антропологов, которые ищут аналогии с древними земляными постройками. Однако отсутствие подтвержденных данных о существовании марсианской жизни усложняет эту теорию. Сторонники другой версии полагают, что постройка — это артефакт, оставленный посетившими Марс инопланетными существами. Их аргументами служат редкие материалы и высокая степень точности постройки, не характерные для секретных технологий древних цивилизаций. Эта гипотеза кажется более правдоподобной для специалистов в области астрофизики, изучающих феномены жизни в других частях галактики. Они видят в конструкции нечто большее, чем просто артефакт, вероятное свидетельство о развитой инопланетной цивилизации, уже посетившей Марс в далеком прошлом. Даже в лабораториях НАСА ученые разошлись во мнениях, одни из них предполагают, что структура могла быть своеобразным ориентиром или маяком для космических путешественников. Их предположения базируются на геометрической точности и стратегическом расположении объекта на поверхности планеты. Однако официальные заявления пока ограничиваются только фактами обнаружения и продолжающегося анализа без конкретных выводов о происхождении. Эти сбивающие с толку находки вызывают множество вопросов и ставят под сомнение наши текущие знания о Марсе. Некоторые ученые предлагают расширить миссии и увеличить количество исследований, чтобы получать больше данных и, наконец, разгадать тайну этой конструкции. Но без четких доказательств и неопровержимых фактов ученое сообщество остается в ожидании будущих результатов. С учетом всего этого не исключено, что могут появиться новые теории и гипотезы, способные пролить свет на происхождение этой загадочной постройки. Теории заговора. Скрывают ли от нас правду о Марсе? Скептики всегда находят способ связать необычные открытия с теориями заговора, и марсианская структура не стала исключением. На фоне шокирующих находок на Красной планете некоторые считают, что информация о Марсе давно известна правительством, но тщательно скрывается. Появляются заявления о секретных документах, якобы подтверждающих контакт с иной цивилизацией, и даже экспериментах, проводимых на Марсе в тайне от общественности. Эти идеи основаны на догадках и слухах, но они быстро расцветают на просторах интернета, подогревая интерес и подозрения. Поддерживая свои доводы, теоретики заговора указывают на странные совпадения и необычные события, происходящие после переданных данных с Марса. Они утверждают, что запланированные миссии откладываются, а заявления официальных лиц кажутся уклончивыми и неполными. Это заставляет задуматься, не скрывают ли от нас правду о реальном состоянии дел на Красной планете. В социальных медиа быстро распространяются видеоматериалы и фото, которые якобы доказывают существование древних сооружений и активности на поверхности Марса, но их подлинность часто ставится под сомнение научным сообществом. Некоторые исследователи предполагают, что подобные открытия могут дестабилизировать мировое равновесие, если информация всплывет в полной мере. Пугающие рассказы о том, как подобные находки могут изменить религиозные и культурные представления, становятся популярными в популярных новостных блогах и сообществах. Те, кто склонен верить в заговоры, уверены, что все, что мы знаем о Марсе, лишь малая часть большой картины, скрытой от общественности. Насколько правдивы эти теории остаются под вопросом? Однако они неизменно подогревают интерес к теме, вызывая желание глубже изучить загадки Марса. Возможно, когда-то в будущем мы узнаем, что лежит за кулисами официальных открытий, но сейчас эти вопросы лишь добавляют масло в огонь дискуссии вокруг таинственной структуры. И пока одна из самых больших тайн человечества остается неразгаданной, другие не менее значительные загадки нашей Вселенной ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми. Параллели с земляными находками. Можно ли провести аналогии? Разглядев марсианскую конструкцию, ученые начали проводить параллели с земляными находками, пытаясь найти сходства и аналогии. На Земле есть множество древних сооружений, чье происхождение и назначение до сих пор остаются предметом споров. Одним из самых известных примеров являются пирамиды в Гизе. Массивные структуры, которые создавались с использованием технологий, до сих пор удивляющих современных исследователей. Их геометрическая точность и расположение предполагают наличие у древних строителей знаний, которые кажутся невероятными для своего времени. Еще одним примером являются мегалиты Стоунхенджа в Великобритании. Эти огромные каменные блоки, установленные в определенной последовательности, вызывают вопросы о том, как древние люди смогли транспортировать и установить их без современной техники. Сходства с марсианской структурой очевидны. Необычные формы, точная геометрия и загадочное происхождение. На основе этих примеров появляется гипотеза о том, что марсианская конструкция могла быть создана в результате деятельности цивилизации, обладающей продвинутыми технологиями. Такие аналогии позволяют предположить, что если на Марсе действительно существовала цивилизация, то ее представители могли оставлять за собой сооружения, напоминающие те, что мы находим на нашей планете. Исследователи стараются использовать опыт земных находок, чтобы лучше понять, с чем они столкнулись на Марсе. Они стремятся перенести методы археологического анализа на изучение марсианской постройки, что может помочь в раскрытии ее тайны. Эти параллели подчеркивают, что наш мир полон загадок, а каждая новая находка, будь то на Земле или Марсе, приближает нас к пониманию нашего места во Вселенной. Каждое открытие дает шанс заглянуть за границы известного и, возможно, найти следы цивилизации, с которыми мы еще не сталкивались. Но это только начало, и впереди нас ждет много захватывающих открытий как на Красной планете, так и на родной Земле. Тайны Красной планеты. Что ждет нас в будущем исследований? Марс всегда манил человечество своими тайнами, и с каждым новым открытием интерес только разгорается. Теперь, когда обнаружена загадочная структура, вопрос о том, что ждет нас в будущем исследовании, становится более актуальным, чем когда-либо. Проекты по отправке новых миссий на Марс уже в процессе, и эти усилия могут привести к еще более удивительным открытиям. На повестке дня попытки отправить на поверхность исследовательские аппараты с расширенными возможностями анализа. Эти аппараты смогут взять образцы материалов, в том числе и из глубин структуры, что может пролить свет на ее происхождение и назначение. Совместные исследования, проводимые космическими агентствами разных стран, обещают способствовать обмену передовым опытом и технологиями. В планах. Отправка более мощных телескопов и спутников на орбиту Марса, которые смогут детально исследовать поверхность планеты. Новые технологии позволят получать более четкие и подробные изображения, а это значит, что тайны, скрытые в песках Марса, могут, наконец, быть раскрыты. В перспективе пилотируемые миссии, которые позволят людям впервые ступить на поверхность Красной планеты. Это станет прорывом в марсианской науке и, возможно, способствовать разгадке многих тайн, включая и тайну загадочной структуры. Человечество сможет изучать Марс более подробно и ответить на вопросы, оставленные без ответа на протяжении десятилетий. Исследования на Красной планете могут существенно расширить наши знания о возможной жизни за пределами Земли и о том, как она могла развиваться в условиях, столь отличных от земных. Этим проектом можно ожидать не только научных, но и философских плодов. Они изменят наши представления о жизни в космосе и, возможно, откроют новые горизонты для человечества. Впереди нас ждет еще много загадок, но каждое новое исследование приближает нас к разгадке одной из самых волнующих тайн, есть ли жизнь на Марсе и как она могла проявляться. Становится очевидным одно, будущее исследований Красной планеты обещает быть не только захватывающим, но и весьма плодотворным. Продолжение следует... Продолжение следует...